Федеральная налоговая спецслужба под руководством своего бывшего главы Михаила Мишустина ввели систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России. Мишустин получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России. Такое заявление сделал Андрей Ларионов. Также он сказал, что господин Мишустин является один из самых эффективных представителей лагеря спецслужб, не только по своей родословной. Его отец являлся высокопоставленным генералом в советских и российских спецслужбах. Но и в том, что по своей идеологии он является идеально подходящим тому виденью и России, и мира, какое есть у этих граждан. Дело в том, что господин Мишустин создал в прямом смысле этого слова тотальное государство в так называемом Министерстве по налогам, отметил Ларионов. Он сказал, что многие журналисты и иностранные специалисты, которые посещали Мишустина несколько месяцев тому назад, не зная о том, что он будет в скором времени назначен премьер-министром России, рассказывали такую историю. Когда они оказывались в кабинете Мишустина и расспрашивали его об успехах в создании системы тотального наблюдения за всеми сделками на территории Российской Федерации, господин Мишустин демонстрировал следующее. Он говорил, в каком отеле вы останавливались? Люди отвечают, в таком-то отеле в Москве. Скажите, пожалуйста, вы сегодня завтракали в отеле? Да, в отеле. Или нет, не в отеле, в кафе. А примерно район кафе скажете? Ну вот примерный район кафе. Вы что брали на завтрак? Кофе и булочку? Окей. Через три минуты Мишустин на экранах, которые расположены у него в кабинете, показывает оторопевшему посетителю видеозапись того, как тот покупает кофе и булочку в том или ином кафе. Иларионов подчеркнул, что Федеральная налоговая служба под руководством Мишустина ввела систему тотального учета всех транзакций, которые осуществляются на территории России. Эта регистрация осуществляется в реальном времени, передается на пульт управления в то самое министерство по налогам и, очевидно, не только в это министерство. Регистрация транзакций синхронизируется с видеокамерами. В Москве это, очевидно, касается практически всех учреждений – магазинов, кафе, ресторанов, отелей и других бизнесов. По территории страны может быть еще не всех, но уже довольно широко. И плюс там есть технологии распознавания лиц, которые теперь активно используются и для слежки за участниками демонстраций. В результате появляется возможность в режиме реального времени в течение 2-3 минут установить, какая конкретно сделка была осуществлена, что было приобретено, какая сумма была уплачена, установить человека, который совершил соответствующую покупку, узнать, кто провел транзакцию с обеих сторон и так далее, отметил экономист. Он высказал мнение, что Мишустин получил пост премьер-министра для того, чтобы завершить процесс создания тотального государства на территории России. И в этом смысле решения 15-22 января 2020 года в России являются безусловно знаковыми. Они означают окончательный переход природы нынешнего российского режима от союза спецслужб и силовиков к режиму тотальных спецслужб и к окончательному реформированию так называемого тотального государства, которое ранее существовало только в антиутопии 1984-го. Сейчас оно становится абсолютной реальностью, добавил Иларионов.